Всем здрасте-мордасте, меня зовут Манка, и сегодня я вам покажу мои удавшиеся трейды. Это уже вторая часть, предыдущая вам вроде как понравилась. И да, у меня для вас новость, я прямо сейчас нахожусь в лагере и снимаю это видео заранее, поэтому они будут выходить пореже. Но если у меня будут какие-то новости, то об этом я рассказываю в своем телеграм-канале, ссылка есть в описании. И поехали! Хочешь себе питомца в Adobe Mi, но у тебя нет денег? Тогда быстрее переходи на starpets.gg, ведь для новых пользователей доступен мой промокод, благодаря которому вы получите бесплатного питомца. Но поспеши, ведь промокод действует только до 31 августа. А на самом сайте StarPets ты всегда сможешь найти пэтов по самым лучшим ценам. Все сделки проходят только через ботов, поэтому безопасность сайта гарантирована. А пополнение и вывод средств доступны для жителей всех стран. В любой валюте, в том числе, ваш баланс можно вывести в Robux. Переходи на сайт starpets.gg по моей ссылке в закрепленном комментарии и в описании. И не забудь воспользоваться промокодом. Покупай, продавай и обменивай питомцев только на самом лучшем маркетплейсе по Roblox starpets.gg. А вот и мой первый трейд, и мне кажется, что он мега выигрышный. Поясняю. Арктическая лисичка стоит как хорошая легендарка. Например, как Додо или Терекс. Мне дали неоновую лягушку, которая падала из австралийского яйца, которая уже набирает свою цену. Поэтому, как по мне, это, ну, очень крутой трейд. Я не совсем шарю за цену сахарного глидера, но я его получила за райд снежную сову или флайрайд снежную сову. А здесь мне дали два неоновых ультраредких питомца, и еще и райд хорошую, очень даже хорошую легендарку. Поэтому для меня, в сравнении с тем, что я отдала за этого глидера, это выигрыш. Думаю, мои подписчики знают мою любовь к яйцам. Мне очень нравится их открывать. Думаю, многим тоже. И если я вижу, что какой-то человек ищет какого-то питомца и дает за них два яйца, или даже больше, то я, конечно же, откликаюсь. Потому что зачастую питомцев, тех, кого ищут, у меня довольно-таки много. А вот яйца стоят баксы. Да, у меня много баксов, но мне жалко их тратить. Я не знаю, почему. Ну, в общем, вот вам несколько трейдов на яйца. Это я еще не все снимала. И еще я решила согласиться на вот такой трейд с мистическими яйцами на оликорна. Ну, потому что оликорна довольно-таки легко выбить. Да даже из крыки к яйцам его можно выбить. А вот мифические яйца уже в игру не вернуть. Тем более, их цена растет. Поэтому в будущем это определенно будет вин. Американцы и другие, как бы, иностранцы, очень любят аксессуары для питомцев. Особенно там прэпи, всякие миленькие, да. И у меня есть такие вот наушники, которые я когда-то покупала за баксы. Оказывается, что они сейчас начали цениться. И мне предложили бордер-колли за них. Извините, но я не могла не согласиться, потому что бордер-колли. Я обожаю бордеров как в жизни, так и в адопни. Возможно, это и проигрыш, но для меня... Для меня это хороший трейд. Вы сначала посмотрите на этот трейд и подумаете, что? Но моя неоновая собака более прокачена, чем та, которую мне дают. И в добавках у нас 100 моих любимых яйцов. Поэтому я и согласилась. Вот такой резкий у нас перепад ценностей пэтов произошел. И совершился такой прекрасный трейд. Я затрейдила 3 черепахи на неоновую. Равноценный трейд. Возвращаемся к нашим собачкам. Мега собачку я затрейдила на 4 неонки. Для меня это даже выигрышный трейд. Комар это олд питомец, и он ценится намного лучше неоновой собаки. А что уж говорить о неоновом тигре, который тоже олд питомец. И он неоновый. И он редкий. Поэтому я с удовольствием приняла этих питомцев. Тем более неоновых собак у меня хватает еще на 2 меги. Вау, вау, вау. Только посмотрите, как я смогла вернуть своего глидера. За него мне дали 2 неоновых, ультраредких, крутых, нормальных таких питомца. И в добавку хорошую райд легендарку. А здесь мне всего лишь за редкого неонового питомца Бизелинк дали уже снова райд моего глидера. Поэтому для меня это огромный вин. Потом за этого же глидера мне дали райд Несси. Тут я тоже немножечко в шоке, потому что Несси набирает свою цену. Это считается прэппи-пэт. И вообще она довольно-таки хорошо ценится. Мне этот питомец тоже очень понравился. Далее человек искал козочку за 4 лягушки. Опять же, для меня лягушки это круто. Мне кажется, тут бы и хватило 2 лягушки, наверное, за козочку. Она тоже ценится примерно как хорошая легендарка. А тут 4 лягушки, ребят. Это круто. Мне нравится этот рейд. Хотя, кстати, до этого видео я думала, что лягушки больше ценятся. Оказывается, они менее... Ну, не важно. Главное, что мне за лягушку давали райдельку. Не раз. За свое предложение человек искал неона единорога. В принципе, я все равно этого неона единорога планировала включить в предложение на неон клубничного бэд дракона. Последний до меги остался. А здесь клубничный бэд. Он оценивается как раз-таки как неоновое лего плюс-минус. И неплохие добавки. Поэтому почему бы и нет. С этого трейда я вообще в мега-огромнейшем шоке. Я даже не включала запись, сняла это с телефона. Мальчик искал чуть-чуть рейн и давал флайзельку. У меня просто нет слов, одни эмоции. Чтобы вы понимали, этих паровозов у меня 7 штук. И тут просто халявная флайзелька. Я в шоке. Вот этот трейд, мне кажется, тоже мега-вин. Эвил Василиск, он не ценится. А вот олень. Это пэд 2019 года. Да, и он как бы начинает так хорошенько цениться. Еще один похожий трейд. Человек искал химеру и отдал лениться. Хоть ленивицы не особо ценятся, но для меня это довольно-таки ценный пэду. Относительно. Его можно было купить за рубаксы, но недавно убрали. Теперь это олдферд. И еще один ваушный трейд. Я тут, в принципе, видео из ваушных трейдов и состоит. Ого, так его и назову. За райд Куалу мне дали неон райд хорошего питомца. Ультра редкая олдрыбка. Ну, как бы да. Еще один трейдик на яйца. Я его забыла вставить. В принципе, таких цыплят у меня много. Они легендарные. Ну, как много? Штук семь, наверное. И мне дают семь яиц опасных. Это круто. Также очень шикарный щитрейд. За неонового горностая, который считается прэпи-питомцем. Который, в принципе, неплохо оценивается среди донатеров. Девочка искала обычного райд. Я сразу же откликнулась. Почему бы и нет? Кстати, на заметкам людям, которым не разрешают донатить. Но хотите райд пэта. Это еще один неплохой способ, как можно получить райд пэта. Делаете неонового и трейдите на такого райд. Только неон собачку на райд собачку вы вряд ли затрейдите. Берите, делайте лучшие пэтов неоновых из яиц, которые в автомате с жвачками. Которые стоят 750 баксов. С этого трейда я была в огромнейшем шоке. Я думала, что человек меня троллит. Мой мишка вообще не ценится. А мне дали хорошую райд легендарку. Неплохого неон питомца. И небольшие добавки. Трейд просто бомба. Этот трейд мне кажется равноценным. Но больше тут нечего сказать. И это также очень классный трейд. Потому что крыска это питомец 2019 года. А гост волк он вообще не ценится. У меня еще когда-то была крыска. Да и вообще крыс я люблю. За обычного питомца, который продается за баксы. Мне дали распылитель. Который за робаксы. Да, хоть он стоит и 20 робаксов. Но опять же, зачем мне на него донатить, если я могу получить его вот так. Мне кажется трейд классный. Снова трейд на одежду. Я не знаю цен на одежду. Я вообще не пользуюсь одеждой для питомцев. Поэтому решила затрейдиться. Все-таки голдхорн. Он легендарный. Неплохой такой питомец. Да, моя одежда тоже легендарная. И выбивается она достаточно тяжело. Я, кстати, эту шапочку выбила в одном из моих очень старых видео. Ну, даже не знаю, что тут сказать. И последний трейд на сегодня. Девочка искала стрекозу за лошадку. Лошадка это такой достаточно неплохой питомец, который тоже сбыл за робаксы. По-моему, его тоже убрали уже из магазина, к сожалению. У меня не так уж и много лошадок. А вот стрекоза, можно ее выбить до сих пор. Из того же крыкетхийца. И стрекозы не очень-то и ценятся. А на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно тебе понравилось. Пиши в комментариях, какой трейд получился самым удачным в этом выпуске, по твоему мнению. Спасибо большое за просмотр. И пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok